Всем привет! На связи с Викторией Катыченко. Я обещала записать видео «Как раскрутиться в интернете». Хочу поделиться опытом, с чего начать, если вы только начали, и каких ошибок можно избежать, как себя окружить аудиторией, своими людьми, которые будут следить за вами и будут интересоваться вашей деятельностью и, естественно, зарабатывать вместе с вами. И как это сделать бесплатно и прийти к успеху. Я на данный момент 2 года зарабатываю в интернете. У меня 10 000 друзей ВКонтакте, 3 000 подписчиков на Ютубе и около 4 000 контактов в Скайпе. Поэтому я сейчас расскажу, как я к этому дошла. Ничего сложного. Вот что я себе пометила вам рассказать. Совсем чуть-чуть. И сейчас начнем. Первое, что нужно сделать каждому начинающему интернет-предпринимателю, это завести страницу ВКонтакте в соцсетях. Ну, можно и в других соцсетях. Но ВКонтакт, наверное, на данный момент работает лучше всего. В Скайпе и канал Ютуб. Свой канал Ютуб. Я думаю, у большинства из вас это уже есть. Второе. Добавляем друзей ВКонтакте. Как это сделать? Будет ссылка под видео. Я как-то записывала, как сделать бизнес-страницу ВКонтакте и добавлять в нее друзья. Посмотрите это видео, многое вам станет понятно. Так. Добавлять скайп и сетевиков. Есть такие списки, которые можно купить. Можно найти их уже кто-то купил. Ну, допустим, как я. Там будет под видео тоже ссылочка на такой список. Можете просто искать. Допустим, есть вы в каких-то чатах. Просто заходите в чат и из чата добавляете все контакты, которые в этом чате добавлены. И размещать видео на Ютубе. Для того, чтобы размещать свои видео на Ютубе, вам придется изучить Кантазию. Это такая программка, через которую можно снимать свой экран. И чтобы работала ваша веб-камера, было видно вас. Это всегда лучше. Человек, который выбирает какое видео посмотреть, он выберет то видео, где он видит человека. Ну, это вот статистика такая. То есть, старайтесь не скрываться за экранчиком. Поработайте с Кантазией. Это будет отдельное видео. Значит, и третий такой пункт. На стене размещаем новые свои видео. То есть, когда записали видео на стене ВКонтакте, размещаем это видео. Или же, если вы берете чье-то видео, то обязательно вставляйте себе на канал Ютуб, на свою стену, там свои все контакты данных. Скайп, соцсети, ну и что вы еще можете позволить оставить. Допустим, некоторые оставляют телефон. Так, следующее. Рассылаем свои видео в Скайп. Записали новое видео. В Скайпе делаем рассылочку. Рассылочку тоже можно делать специальными программками. Под видео будет ссылочка на видео, в котором рассказано про эту программу. Так, и добавляем одно-два видео в неделю на свой канал Ютуб. Ютуб любит, когда появляется новое-новое-новое видео на вашем канале. То есть, он тогда его продвигает лучше. Сам Ютуб начинает в верхние ряды добавлять, если там все время идет какое-то движение. Как добавить видео? Как записать и загнать на Ютуб? Это тоже есть видео уроки. Прописываем в Гугле. Лучше сразу в Ютубе. Как скачать видео с Ютуба? И у вас будет это самое. Как добавить описание к видео в Ютуб? Как добавить теги к Ютубу? Я именно так и училась. По бесплатным видео урокам, которые уже кто-то записал. Конечно, это не будет очень быстро. То есть, я к своему результату шла, наверное, где-то год, когда у меня пошла отдача. Зато теперь у меня любой проект, который я начинаю, я очень быстро себе нахожу людей, которые хотят тоже участвовать в этом проекте. Так, и дальше. Ошибки. Ошибок всего три. Но они очень серьезно могут повлиять на ваш бизнес. Первая ошибка – длинные сообщения. Спам. Когда мне в ВКонтакте приходит вот такое или в скайпе сообщение, то я его даже не читаю. Там обычно ссылка на вебинар, ссылка на регистрацию, как зарегистрироваться. Ну, то есть, не надо. Вам надо записать коротенькое видео на 5 минут, не больше, ну, максимум 5-10 минут. Человек заинтересуется, и дальше, если ему интересно, он сам найдет вебинар, посмотрит больше информации, он с вами свяжется. Под видео будешь ваши контакты, данные. И человек дальше… Если вы ему отправляете целый вебинар на 40 минут или на час 30, то, конечно, он его смотреть не будет. Вы понимаете, какой объем информации сейчас каждый человек получает с день. Вам самое главное заинтересовать человека разобраться. Вот это вот, в этом видео своем ваша задача заинтересовать. Второе видео может быть там уже о каких-то там, как зарегистрироваться, если у вас проект, как вывести деньги, как завести и так далее. И вообще, можете еще записывать видео, я так делала, это очень канал повышает рейтинги, как завести кошелек Perfect Money, как там завести туда деньги, как зарегистрироваться еще там где-то. Ну, то есть, все, что я узнаю новое, я сразу записываю видео и выкладываю. И таким образом на моем канале появляются все новые и новые люди, которые случайным образом попадают на мое одно видео, и потом зацепаются и смотрят другие. Таким образом у меня появляются новые партнеры. То есть, чем больше новых видео, коротких, и, естественно, они должны быть живые и веселые, не бу-бу-бу, не му-му-му, потому что люди не любят... Ну, сами, какое видео вы посмотрите, веселое, интересное, или же когда там человек мучит что-то себе под нос и байкает и мэкает. Не бойтесь записывать видео, не бойтесь делать ошибки. Есть такая программа, как Camtasia. Делайте паузы, какую-то ошибку сделали, там сделайте паузу, продолжите свое видео, потом в Camtasia это все можно вырезать и сделать его очень динамичным более. Еще одна ошибка, вторая. Нет своего канала. Использую чужие видео с чужими данными под видео. То есть, мне присылают какое-то интересное сообщение. Я перехожу по ссылке, смотрю видео, мне нравится. Но за это время, пока я зашла, посмотрела, меня что-то отвлекло, кто-то мне позвонил, 15 человек написали. И, естественно, я уже потеряла того человека, от которого я попала именно на этот видеоролик. Но под описанием видео там совершенно другой человек, другие контакты. Естественно, если мне понравилось, я выйду на этого человека, и он где-то мысленно вам скажет спасибо за то, что вы скинули его видео, а не свое. Поэтому не работайте за кого-то, работайте на себя. Залейте себе это видео на канал, напишите там свои данные и раскидывайте, пожалуйста, во всю, во все, во весь интернет. Тогда ваши люди останутся при вас. Так, третье. Яркие, мигающие сообщения. Это ужас. Меня бесит страшно это. Я думаю, солидарны со мной очень многие, когда приходят сообщения, а в нем мигают. Мало того, что оно вот такое, а еще зайди сюда, кликни тут, и вот это вот все мигает, красные, желтые, буквы большие, такие маленькие. Это просто капец какой-то. Читать невозможно. Вы должны составить сообщение так, чтобы человек вот одним взглядом мог его увидеть и понять снизу, да, не читая даже. То есть есть такое понятие, как копирайтинг. Его тоже можно почитать, посмотреть видео. Введите слово копирайтинг, и на эту тему будет много информации. Поинтересуйтесь. Это очень-очень-очень сильно влияет на вашу деятельность в интернете. И не только в интернете. Вот, в принципе, вот это вот все ошибочки основные, которые лучше не допускать. Забыла еще сказать. Когда вы добавляете новые контакты в скайпе, обязательно составляйте списки. То есть тоже пишите в ютубе, как создать список контактов в скайпе. И вам будет видео показано, как это сделать. Потом вам будет гораздо легче делать рассылку. Формируйте списки людей, и потом будете делать по ним рассылку. Если этого сразу не делать, вы себе огромный кусок работы оставите на потом, и это просто, это очень неудобно. Сразу, каждого человека, к вам добавился человек в скайп, сам допустим, вы его раз и в списочек какой-то добавили. И потом спокойненько вы делаете рассылку. В принципе, это, наверное, все. Конечно, я знаю очень много и в одном коротком, я стараюсь короткое видео сделать, рассказать это нереально, но вот эти вот основные действия, если вы начнете делать прямо сейчас, поверьте, через год вы себе скажете большое спасибо. Вы можете делать все то же, что вы делали раньше, но вот эти пункты начните делать прямо сегодня. И тогда через, даже может быть и раньше, но через год вы увидите очень большой эффект от того, что вы начали делать сегодня. На данный момент я любой проект, который, ну, во-первых, я, конечно, любой проект не беру, я внимательно его изучаю, но как только я выбираю себе, чем заниматься, что интересное есть на сегодняшний день, я делаю видео, я оставлю его на стену ВКонтакте и делаю рассылку в Скайпе. И у меня в течение там первых суток уже есть куча партнеров, с которыми я дальше уже работаю. То есть, ну, когда-то я начала это делать. Ускорить этот процесс практически нереально. То есть, пользоваться всякими ботами, специальными накрутками вы только себе хуже сделаете. Во-первых, вы потянете людей, которые, ну, просто они не будут интересоваться, они за деньги, допустим, подписались на ваш канал, да, или добавились в какую-то группу ВКонтакте. Кстати, группу ВКонтакте я не создавала. Не думаю, что это как-то бы... Это только лишний геморрой, извините за выражение. То есть, там в группе надо общаться с людьми. В основном люди не просматривают все группы. Я добавляю группы новые себе. Меня многие находят через группу и добавляются сами в друзья. Первые две тысячи контактов ВКонтакте я добавила сама вручную. Потом люди начали сами меня добавлять. Заходите в разные группы сетевые. Работа в интернете, MLM, там, пирамиды, матрицы, что там еще есть, инвестиции. То есть, в чем вы работаете, в те группы максимальное большое количество зайдите. И люди другие, которые делают то же самое, что и вы, они будут искать ваш контакт, чтобы добавить себе. И будут сами добавляться в друзья. То есть, вы большой кусок работы снимите себя. Сел аккумулятор у меня в фотоаппарате, поэтому продолжаю дома. И как раз покажу вам, как не надо делать в скайпе. Значит, вот смотрите, сообщение ко мне пришло. Отличная социальная бизнес-сеть. Сетевики со всего мира. 20 октября 2014 год. Закрытие, в общем, понятно, да? Уже не хочется читать. Давайте посмотрим дальше, что мне присылают. Вот второй вид сообщения. Как бы тоже глаза разбегаются. Внимание. Получение пассивного дохода без обязательных приглашений. 5 стартс. Приумножим ваши средства. Тебя требуется зарегистрироваться и получать доход. Поэтому, то есть, ну, я в принципе не... А, ну, вот тут даже двойное это сообщение. Два раза человек меня отправил. Я не читаю. Вот мне, ну, просто некогда читать такие сообщения. Либо тогда, если что-то очень серьезное, то человек позвонит мне, да? Либо он просто рассчитывает на то, что он 2000 сообщений таких разошлет, и какой-то там маленький процент все равно зарегистрируется. Ну, вот еще одно сообщение. Как бы там, где много ссылок. Вот. Хотя веб-трансфер, вот хороший проект, я знаю. Но я бы никогда на это сообщение не отреагировала. Для того, чтобы посмотреть, что это отличный проект для ваших реклам. Есть чат, отзывчивая администрация. Все радует. Снова быстрая выплата. Ну, то есть, человек хочет одним сообщением дать мне всю информацию. Ну, это плохо работает. Может быть, это как-то частично и работает, но это работает плохо. Вот так вот, друзья. Коротенькое такое постаралась записать для вас видео. Если оно было для вас полезным, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте вопросы под видео. Также под видео вы найдете много полезной еще информации, ссылочки, которые я вам обещала. И я очень надеюсь, что вы не ограничитесь одним лишь просмотром этого видео, а начнете использовать мои рекомендации каждый день, что обязательно приведет вас к улучшению своего результата. С вами на связи была Виктория Катыченко. Я вам желаю всего-всего самого-самого хорошего, ваших чеков и всем пока.